Привет! Это полный разбор с наших съемок вот этого вот рекламного ролика. Как мы придумывали идею, как мы снимали на льду, несмотря на то, что я вообще-то не умею кататься на коньках. Как мы остановили время и для чего нам понадобился дипфейк. Занимаем места согласно купленным билетам и мы начинаем наше путешествие в мир видеопродакшена. У-у-у! Май на мэш, видосы, лёсты, 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 лёсты. Сейчас будут видосы за бабосы с Кириллом Савицким. Я Кирилл Савицкий, оператор из Минска. Я сделал здесь свой видеопродакшен с Art Media. И здесь на своём YouTube-канале я рассказываю тебе всякие приколдессы из мира видеопродакшена. Как я вообще что снимаю, какие-то свои, так сказать, инсайды, какие-то свои мысли по поводу сферы. Какие-то прикольчики, юморочки, юмардессики, какие-то новости и так далее. Ну а сегодня, как ты уже понял, я думаю, из интро и названия этого ролика у нас будет разбор вот этого вот рекламного видосика нашего. Кстати говоря, готовый видос и бэкстейдж с этого проекта. Это можешь посмотреть у нас на сайте XArt Media. Для удобства я в описании добавил ссылочку. Можешь просто перейти, посмотреть, типа, если любопытный, если, так сказать, любознательный ты человечек. Если ты любопытная Варвара, которая на базаре носа. Ладно, ладно, ладно. Короче, чтобы не тратить наше время, это всё есть в описании. Если интересно, welcome туда. А мы погнали. Препродакшен. Подготов. Очка. Короче, дело было так. К нам пришёл клиент, это белорусский букмекер Белбет. Они говорят, что им надо сделать рекламный ролик с участием хоккеистов Динамо. И слоган рекламной кампании звучит так. Не упусти момент. Играй с Белбет. Решили мы зацепиться за вот этот вот момент, так сказать, за вот это вот мгновение. Момент. Момент это что? Это у нас получается вот сиюминутный фрагмент. И подумали, а что если у нас идёт матч? Кто-то у нас как будто бы сидит в телефоне, да? Там что-то как будто бы упускает, как будто бы он момент. Бах! У нас останавливается вот это вот мгновение, останавливается время, когда у нас летит шайба. Вот-вот сейчас будет гол. Диктор говорит, что вот... Кажется, кто-то упускает момент. А вообще-то нет, он ничего не упускает. Он вообще-то сейчас играет Белбетом, типа, и всё у него тоже прекрасно. И у нас бах, время снова продолжается, забивается гол, все радуются. И наш главный герой тоже радуется, потому что он ставочку-то залудил, типа, она у него выиграла, и всё у него прекрасно тоже. Вот такая вот идея. Мы предложили это клиенту. Они говорят... Вот это боба. Вот это... Найс. Короче, нам опровнули идею, мы пошли её дорабатывать дальше. Собственно, мы расписали это уже по сценам. Подготовили эпизодный план. Раскадровку. По раскадровке мы составили аниматик. То есть мы, по факту, записали предварительно музыку. Мы записали предварительно голос, как у нас должно всё быть. И мы сделали монтаж из картинок раскадровки. Вот примерно, как мы должны там снять, чтобы прикинуть вообще, как оно будет там по длительностям, как оно вообще будет всё выглядеть. Как вы можете видеть вот здесь из того, что у нас вышло. То есть у нас слева получается это у нас аниматик. Справа это у нас получается то, что мы в итоге сняли. То есть у нас прям, считай, склейка в склейку. Всё так, как мы и запланировали. Когда мы готовим такие аниматики, сам монтаж и сами съёмки происходят намного проще и намного спокойнее. И результат более прогнозируемый. И на этапе согласования у нас тоже минимальное количество вопросов с клиентов. Потому что клиент имел полное понимание о том, какой ролик он получит ещё до того, как мы это всё сняли. Ну классно же, шикарно. Всем советую делать хотя бы вот такие вот простые аниматики. Это не то, чтобы занимает много вашего времени, зато при этом вы максимально подготовленные подходите к съёмкам. Эй, ну-ка подожди-ка, подожди-ка. Ну-ка быстренько подписался на мой телеграм-канал, забабос. Что там делаете? Я вот это как о подмышке машу. Также welcome в мой инстаграм-аккаунт. Там всякие сторизы, факторсы, приколдесинки, какие-то видеоролики. Вот это вот всё бесплатно, онлайн, без смс-регистрации. Production съём очка. Сложности, которые мы сразу понимали по съёмке, это, ну, во-первых, то, что у нас в массовке не будет там 15 тысяч, да, типа, чтобы засадить весь стадион. Мы понимали, что мы возьмём человек 50, ну максимум 100. Я сейчас найду какой-нибудь общий план. Вот чтобы вы понимали, сейчас на экране примерно где-то человек 50, по-моему. Чё-то типа того. Как бы кажется, что это очень много. Но в кадре, в рамках такого стадиона, это совсем-совсем чуть-чуть. Соответственно, здесь стоит сразу понимать, что нельзя снимать там на широкие планы, какие-то сверхобщики. Поэтому все планы с болельщиками мы снимали там на 85 миллиметров, на 58 миллиметров, чтобы как бы как-то сжимать это всё пространство и не показывать, что у нас как бы народу мало. Но что делать с общими планами? Потому что общие планы нам тоже нужны. Здесь мы нашли решение через FPV-дрон. То есть FPV-дрон у нас летает. Мы планировали брать такие фазы заныривания, чтобы на поле сверху вниз, вот такой вот как бы типа опа-опа, птичка сверху смотрит получается и заныривает туда. Во-первых, это динамично. Во-вторых, мы решили сильно затемнять как бы наши трибуны. Для этого мы включили верхний свет на льду, чтобы он шёл только на лёд. И мы старались максимально глушить трибуны. Вот у нас вот так выглядит эта вся цветокоррекция. Почему? Потому что вот если я отключу цветокоррекцию, то видно здесь, что у нас, ну у нас видно, что трибуны пустые. Именно поэтому получается, вот у нас, я сейчас отключу маски. Опа, опа, опа. Без всех этих масок у нас видно, что там типа у нас какие-то пустые трибуны, поэтому я сделал раз масочка, два масочка, ещё вот такая масочка и вот такая масочка. Вот такими вот манипуляциями я увёл трибуны в чёрное, чтобы там ничего не было видно, что там у нас нет на самом деле людей. Мы снимаем на льду, мы снимаем хоккеистов, но я не умею кататься на коньках, вот. Да и мне кажется, с камерой на коньках кататься немножко опасно. Большинство кадров на самом деле снимались вот просто вот так, на ногах, просто в кроссовочках. Я топтался по льду и ничего страшного, не подскользнулся, никто не умер. Но естественно вот так в кроссовках ты не поснимаешь динамику какую-то, то есть ты не будешь как-то бегать, у тебя всё будет трястись и так далее. На коньках можно было бы ещё как-то там поскользить. Мы будем кататься на коньках, всё мы будем делать, конечно же, тряпчись. Для скоростных динамичных проездок мы решили обойтись рикшей. Это такая телега, куда можно получается оператору, то есть мне сесть. И кто-то, в данном случае хоккеист, её получается толкает, набирает скорость. Будем кататься на тележке. На тележке. О, блядь! И вот у нас есть возможность снимать динамичные кадры. Да, вместо стула на рикшу можно было бы поставить подвес типа DJI Ronin 2 и отдельно можно было бы его контролировать. Но, во-первых, это увеличило бы бюджет, а во-вторых, это увеличило бы время на то, чтобы перегреповать камеру из ручного сетапа в стедик. И то и то для нас в этом проекте было непозволительной роскошью, поэтому мы решили, ну чё там, пускай меня просто покатают, а я как бы камерой довернул. Ну и получается, во-первых, мы сэкономили бюджет, мы сэкономили время, да и меня покатали на тележке. В самом начале у нас есть вот этот кадр с профокальным зумом, то есть где у нас идёт такой резкий вжух на табло типа, а потом опускание вниз. Я изначально хотел снять такой кадр, потому что очень просто маленькую толпу людей поставить на силуэте, чтобы было ощущение, что там очень много зрителей. Плюс мы делаем акцент на том, кто у нас играет, да, вот на этот медиакуб зум. И потом мы можем сделать классный переход по движению, всё это в одном кадре, короче, мне показалось очень прикольно. То есть у нас один такой кадр, вжух, вжух, опускание типа, и потом бабах, типа, и мы поехали дальше. И этот кадр классно переходит от статичных, спокойных, начальных кадров до динамичного развития потом. Короче, классно, вообще я вот изначально прям хотел такой кадр. У нас здесь был не такой там супер величественный бюджет, чтобы брать какие-то невероятно дорогие профокальные зумы. Поэтому мы взяли камеру Урсу и обычный телевизионный зум. Короче, вот эта Урса с этим телевизионным транслокатором нам здесь была очень кстати, потому что мы её взяли практически без бюджета, и она выполнила свою задачу, ну, просто здесь на все 100%. Спасибо большое. По свету у нас здесь, во-первых, был свет ледовой арены, да, то есть, который мы поставили чисто на лёд, чтобы он работал, чтобы он не работал на трибуны. А наши источники света, они все были диодные, то есть это были типа апатюрки, это были типа у нас астырки и вот это вот всё. Ещё у нас было два Ари киловаттника HMI, то есть такие холодненькие вот на 1000 ватт, они у нас в основном работали как контровой свет. Кстати, какая есть сложность со съёмкой хоккеистов, это то, что у них вот эти вот стеклянные визоры, и в них отражается всё вот на 180 градусов. В них отражаются и световые приборы, в них отражаются и съёмочная группа, и тыс-камеры. Всё это отражается, поэтому надо быть аккуратнее, надо быть аккуратнее на съёмках, и надо быть чу-что как бы готовым к клинапу. Клинап вообще проблем не составит. Здесь, к счастью, в этом проекте мы обошлись без клинапа, мы просто как бы чуть ниже посмотрели, чуть выше, и как бы всё у нас было хорошо. Но это такой момент, как бы, который тоже держать надо под контролем. Основной фишкой видоса у нас была вот такая вот остановка времени, типа бжу, и время застыло. То есть у нас шайба застыла, все болельщики застыли, игроки застыли. На самом деле это обычный манекен челлендж, то есть мы просто попросили всех хоккеистов, всех болельщиков застыть. Я снимал всё просто с рук в 50-100 кадров в секунду. 25, даже давайте не пытать. Чтобы какие-то микро-шевелёнки, там особенно вот когда болельщиков много, там кто-то моргнул, кто-то ещё чего, на 100 кадров в секунду намного проще выбрать фазу, чтобы никаких там шевелёночек не было. Либо они были практически незаметными. Для достоверности мы сделали вот такие вот застывшие версии флагов, то есть у нас были на динамичных кадрах флаги, которые как бы махались, да? И мы сделали ещё одни флаги и шарфы, но залили их лаком, чтобы они приняли как бы такую вот динамичную форму, как будто бы они на ветру как-то там развиваются. Я развиваюсь или нет? А ну, я развиваюсь. Но при этом как будто бы они застыли. О нет! Я же развивался! Это тоже добавляет достоверности, потому что, ну, в жизни, чтобы ткань вот так приняла какую-то такую форму и была застывшей, ну, типа, это практически невозможно. Ещё для достоверности на графике мы добавили всяких летающих частиц. Настоятельно, кстати, рекомендую тебе посмотреть наш недавний ролик. Конкретно про вот этот вот эффект застывшего времени, да? Типа конкретно про вот этот фристайм. Мы делали отдельный ролик. Честно говоря, по моему мнению, это сейчас самый классный и самый смешной выпуск у меня на канале. У меня прям большая гордость за него. Но, к сожалению, он собирал там всего там где-то 2 или 3 просмотра. Настоятельно рекомендую тебе вот сюда вот тыкнуть, посмотреть его. Мы очень старались. По-моему, прям офигенно. Ну и как бы я там подробно рассказал, как этот эффект делается. И, по-моему, он прям очень флексовый, очень смешной, вот забавный. Мы взяли там камеру Red, мы взяли там Кукона Морфик и вдоволь так побаловались, чтобы получился у нас вот такой вот прикол Десни фристайм эффект. Вот так вот. Вот так вот. Постпродакшн. Обработка. Из-за того, что мы сделали аниматик, процесс монтажа произошел довольно легко. То есть вот у нас здесь, получается, все кадрики. Вот видите, по аниматику у нас с крупного плана у нас был отъезд на общий. Так у нас и получилось. Потом крупняк одного, крупняк второго. Так у нас и вышло. Вжух потом общий план. Вот общий план, практически один в один мы пересняли. Вжух у нас призумировались, практически опять-таки один в один. Опа, опустились вниз на коньки. Потом дальше у нас пошли всякие кадры, там болельщики. Здесь какие-то идут немножко несостыковочки. То есть здесь я больше давал воле монтажу. Я старался здесь, чтобы были какие-то переходы по движениям. Вжух, 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 поехали. Бах, ударили. И вот. Нихуя за меня, ляль. Я въебал. Вот этот кадр мы, получается, делали на постпродакшн. То есть вот эта вот нарисованная, естественно, шайба. То есть она не настоящая. Давайте покажу, как это было сделано на самом-то деле. Опачки. Вот у нас, получается, эта шайба. Бах. Вот она вот такая вот. Трик-трик-трик-трик-трик. Бах. Вот у нас как бы сам фон. То есть просто мы сняли фон в фокусе, чтобы можно было как-то притречиться. Вот фаза у нас рабочая. Дра-дра-дра-дра-дра-дра. Потом дальше мы это все немножечко подзамедлили. Вышло вон такое движение. Вставили сюда нашу шайбочку. Вот финализировали это все по цветокоррекции, частицам и так далее. И вышел вот такой кадр. По-моему, довольно красиво вышло. Здесь, по сути, ничего мы не добавляли. Просто у нас цветокоррекция. Вот те самые флаги, про которые я говорил. Которые как застывшие. Никаких частиц сюда не добавляли. То есть вот просто его покрасили. Трик-трик. Вот такой вот у нас кадрик. Вот здесь на этом кадре мы уже добавляли частицы. Вот у нас появились всякие частицы здесь. Снежочек. Тр-тр-тр-тр-тр-тр. Со снегом, со всем этим. Все, ты смотришь и сразу ты понимаешь, да, вот тут застыло сейчас время. То же самое здесь с болельщиками сделали. Вот у нас болельщики сидят. Типа в руках попкорн. Соответственно, мы добавили много попкорна. Как будто бы он здесь разлетелся. Может быть, довольно нарочито получился эффект. Но как раз таки мы тем самым усилили вот этот вот эффект фристайма. Ну и то же самое с болельщиком. Здесь мы добавили, что шайба, она уже как бы проделала некоторый путь. И вот сюда она уже влетела. И влетела она уже за руку. Может быть, это не так акцентно. Не каждый может быть заметит это с первого раза. Но здесь есть эта шайба. Бах. И тут у нас небольшой такой долей зумчик. Кстати, забавный факт, как мы снимаем вот эти вот кадры, когда шайба влетает в ворота. Если бы хоккеист на самом деле клюшкой забивал шайбу, то никаких там 200 даже кадров в секунду не хватило бы для того, чтобы показать, как в сломо она влетает. Потому что там, ну, прям очень быстро, как пуля, это все влетает. То есть там надо было, не знаю, ну, 500 кадров в секунду, наверное. Что-то такое. У нас бюджета на такую высокоскоростную камеру не было. Но при этом, если хоккеист просто закинет ее рукой, во-первых, можно тогда четко определить позицию, в которую он влетает, да, потому что что там, рукой влететь, типа, на крупняке, то есть, типа, можно прям близко подойти и просто швырнуть рукой. А во-вторых, когда швыряешь шайбу рукой, то есть у нее скорость не такая уж и большая, и даже на 120 кадров в секунду этот вот полет, он выглядит там, типа, как будто бы он замедленный. И вот какие фазочки у нас вышли. Бах! Ну и оно выглядит, короче, довольно достоверно, как будто бы у нас действительно забили гол. Для этого кадра мы здесь делали скрин-реплейс, то есть мы просто на телефоне вот такую вот фотографию с грин-скрином и всеми метками запустили, чтобы потом, типа, мошен-дизайнеру было попроще это все отклинать. Кстати, графику для этого ролика делал Леша. Вот здесь, во фристайме, он есть. И это тот самый человечек, который... Там, леса подобная металлическая, нахуй, леса. Ну, леса, это что? Нет, ну, бля, я... Не леса! Леса, бля, лис... Леса, бля, леса! Ну, как эти конструкции называются? Как, лис... Леса? Сюда мы вставили просто фрагмент из игры. У нас есть еще вот такая вот сцена со сплит-скрином и пэк-шот, где есть такая всякая двумерная графика. Мне захотелось, чтобы графика, она была вот в таком вот немножко андеграундном стильке. Вдохновлялись мы на тот момент трейлером Need for Speed Unbound. Он только туда вышел, трейлер. То есть еще игра туда не вышла, только вышел трейлер. Вот, и захотелось какие-то такие элементы, чтобы здесь были. Поэтому вот этот вот сплит-скрин и пэк-шот мы сделали вот в таком вот стильке. Ну и очень забавный момент, это, конечно, диппейк. В чем история? На главную роль на этот ролик я позвал своего друга Витю. Витя классный, харизматичный чувак, тиктокер, он еще и актер. Но после монтажа возникли некоторые сложности, из-за которых невозможно было пустить ролик на телевидение с Витей в главной роли. Вот. И мы сидели такие, думали, ну класс, ну класс. И что нам делать? То есть мы уже все сняли, мы уже все смонтировали. И этот ролик, он как раз-таки был для того, чтобы транслироваться на ТВ. А нам его не пускают как бы в рекламу. Решение мы нашли через диппейк. Мы скрестили лицо Вити с лицом Тома Холланда. И у нас получился такой не до Витя, не до Том Холланд. Ну, короче, не настоящий человек, которого по факту не существует, сгенерированный нейросетями. И вот таким образом у нас получилось ничего не переснимая, не перемонтируя, грубо говоря, утвердить ролик для публикации на телевидении. Вот. И как бы все хорошо. Причем самое забавное, что это был 2022 год. То есть нейросети еще были не настолько развиты, как сейчас. То есть это был тогда действительно такой флекс, как бы. Музыку под этот ролик мы писали сами. И за референс мы взяли вот этот вот трек из Киберпанка. Вот нам показалось, что он сюда прям очень подходит по атмосфере и так далее. Мы его переделали, мы его переписали как бы полностью, чтобы это получилась уникальная музыкальная композиция, которая не попадает под авторские права. Хотелось в этом проекте, чтобы был какой-то популярный, так сказать, классный голос. В чем секрет победы? Во взгляде? В поддержке? И тогда в 22-м году в ТикТоке мне очень часто попадались видосики Антона Киреева с его вот этими всякими приколдесингами, озвучками и так далее. Ага. А, правочки? Я уже восьмой раз тебе текст перечитываю! Засунь себе эти правки! В пиздец! Я рад, что по итогу мы его сюда утвердили и, как по мне, вообще отлично он сюда вписался. А на этом все. Я надеюсь, тебе это было прикольно, познавательно, полезно, интересно. Спасибо тебе большое, что ты досмотрел до этого момента. Это очень приятно. А знаешь, что еще будет приятно? Если ты поставишь лайк, если ты напишешь какой-то приятный комментарий, это вообще будет вообще обалдинически просто приятно. Я буду такой радостный, такой радостный. Всем буду показывать... У меня лайков много, у меня комментариев много. Да я вообще популярный ютубер. Ну, короче, очень круто. Я буду очень довольный. Ну, все, короче. Давай, давай. Увидимся когда-нибудь с тобой потом. Счастечка. Здоровечка. Рож, побольше. Все. Давай. Пока. Ну, все, пока. Давай. Я пошел. Ку-ку-ку. Субтитры сделал DimaTorzok